Официально получить диагноз аутизм непросто. Подтвердить его, когда пациенту уже исполнилось 18 лет, до сих пор было практически невозможно. По данным Минздрава, 1% от детского населения – это люди, страдающие аутизмом. Но в Ивановской области диагностировано всего 115 случаев. Это в 20 раз меньше прогнозного количества. Минздрав отправил официальное письмо в регионы. В нем подчеркивается, что расстройства аутистического спектра не имеют возрастных ограничений. Сейчас, по достижении 18-летнего возраста, ребенку дождя зачастую диагноз меняют на менее социально приемлемый – шизофрению или умственную отсталость. У родителей, особенных ребят и психиатров на этот счет совершенно разные точки зрения. Наверное, для родителей должно быть важно, что когда-то ребенок останется один после родителей, и многие из них так или иначе все-таки попадут в психонерологические интернаты. Или даже если не попадут, они будут нуждаться в каком-то сопровождении или лечении. И, конечно, тут очень важно, чтобы диагноз стоял правильный. Для родителей подтверждение диагноза – момент принципиальный. Шизофрения, например, будет значить, что человек необучаем, и результата в изменении поведения от него ждать не приходится. Тем более отношение в обществе к этому диагнозу кратно хуже. Врачи в социальные условности не вдаются. Врачи всегда ставят диагноз, исходя из клинических критериев. Поэтому, если клинические критерии не соответствуют тому диагнозу, который хочет услышать мама, то он, естественно, не будет поставлен. То есть мы никогда не идем на конфронтацию с родителями, но мы не можем идти на конфронтацию с классификацией. Сейчас у нас, к сожалению, такой бум аутизма, который очень часто сформирован желанием родителей услышать этот диагноз, а не слышать что-то более страшное, как они считают. Буквально 20 лет назад аутизм в России не ставили даже детям. О таком диагнозе медики не знали. Как следствие, ребенок не получал необходимой поддержки. Система помощи не была создана долгие годы. Для взрослых людей с аутизмом комплексного сопровождения нет и сейчас, потому что диагноза не было. В России и в других городах дело обстоит немножко по-другому. Совсем недавно мы были на фестивале «Другие», который организовывал Союз психического здоровья российский. На этом фестивале присутствовало очень много психиатров российских и зарубежных. Второй год мы ездим на этот фестиваль, не видим там представителей нашего города. Много есть конференций по аутизму. Там тоже как-то не видно представителей именно психиатрии из нашего города. Но, наверное, хотелось бы пожелать нашим врачам как-то повышать свои компетенции. Родители имеют право на пересмотр диагноза ребенка в любой период его жизни. Но это не значит, что после письма в Минздрав мама и папа побегут в психиатрические клиники. Они настроены настороженно, боятся, что медики поменяют им вместе с диагнозом группу инвалидности. Соответственно, денег и льгот станет меньше. У нас проблема с аутизмом в том, что родители не очень идут на контакт. Они считают, что служба очень стигматизированная, что если попасться в нам в руки, то обязательно будет установлен какой-то страшный диагноз. И пытаются всячески отгородиться, уйти в общественные организации. И тем самым не понимая, что они не дают ребенку возможность развиться. То есть вот эти медикаменты, которые мы назначаем, мы же, во-первых, не назначаем не каждому ребенку. Но если мышление ребенка в этот момент таково, что он не может это воспринять, а есть медикаменты, развивающие мозг, да, именно развивающие мозг, в основном сосудистый препарат, наотропные препараты, то ребенок, получая их, он будет лучше развиваться, он будет лучше усваивать эти психо-социальные программы. Другое поручение в связи с проблемой аутизма получил Минтруд. Специалисты должны теперь принять решение по социальным льготам и мерам поддержки для взрослых с аутизмом. Ивановские психиатры, к слову, в письме Минздрава углядели не рекомендации, а только напоминания. Коренных изменений в своей работе медики не планируют. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.